Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все неспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. Мир вам и радость от Господа. С праздником апостола и евангелиста Марка, преподобного Сильвестра Абнорского, священномученика Сергия Рахлицова-Пресвитера, иконы Божией Матери Цареградская, Касперовская и всех чтимых святых сегодняшнего дня. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот, Агнец Божий, услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, «Что вам надобно?» Они сказали ему, «Равви», что значит «учитель». «Где живешь?» Говорит им, «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет. И пробыли у него день тот. Было около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит «Христос». И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит «камень». Петер». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, «Иди за Мною». Филипп же был из Бефсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисеи в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему, «Из Назарета, может ли быть, что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему, «Рабви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего». И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Не случайно и не без нужды говорит это Иоанн об Иисусе Христе, но потому, что проповедь его еще не тронула бесчувственных иудеев. Хотя и никто не спрашивал его об Иисусе Христе, однако он вынужден опять говорить то же, и повторением этих слов он будет как бы дремавший ум иудеев. Подобно тому, как жених сначала ни о чем не говорит с невестой и не берет ее сам, но все переговоры ведет и передает ему невесту друг жениха, а когда возьмет ее, то так расположит к себе, что она забывает все прежнее, точно так же и теперь, Иисус Христос пока сохраняет молчание. А все для него приготовляет Иоанн, который и назван поэтому другом его, как присутствующий при браке и устрояющий все за жениха. Но получив от него обрученную ему церковь, Иисус Христос так расположил ее к себе, что она тотчас забыла все прежнее. И подобно, как на браке не невеста приходит к жениху, а он к ней, хотя был он бы царский сын, а она совершенно простая, так было и здесь. Сам великий жених пришел к уничиженнейшей невесте и, соединившись с нею, не позволил ей более оставаться здесь, но взял и отвел ее в отцовский дом, то есть на небо. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом, хотя слушали многие, но услышали только эти, разумеется, ушами душевными, а другие услышали телесными. Из учеников Иоанна пошли тогда за Иисусом Христом только двое, а многие другие остались и пошли, конечно, желая сблизиться с ним. И Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, что вам надобно. Они сказали ему, равви, что значит учитель, где живешь? Не потому, что не знал этого проникающий в самые помышления людей, но для того, чтобы вопросом этим приблизить их и внушить им смелость, так как они, вероятно, стыдились и боялись, как незнакомые. Хотя они ничему еще не научились у Иисуса Христа, однако называют его учителем, указывая этим причину, вследствие которой они следовали, именно чтобы услышать что-либо полезное. И таким образом включали сами себя в число учеников. Говорят, где живешь, желая побеседовать с ним в жилище и спокойно. Говорит им, пойдите и увидите. Не обозначает своего жилища, желая, чтобы они шли и чтобы еще больше ободрились. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около десятого часа. Обозначает время, указывая этим на любознательность учеников и человеколюбие учителя, так как они не были удержаны тем, что солнце было уже близко к закату и не извинялись временем или чем-либо другим. Если в другом месте Иисус Христос говорит, что он не имеет, где главу преклонить, то говорит это не о жилище вообще, но о собственном. А собственного он не имел, а пользовался чужими. Что ученики пробыли у него тот день, об этом Евангелист сказал. А то, что они научились, пропустил, как само собою подразумеваемое. В одну ночь они настолько успели, что на следующий день сами вышли привлекать других. Необходимо поэтому и нам не отговариваться никаким временем от слушания всего божественного, но все другое оставлять на втором плане. Все житейские дела должны иметь время, а для этого всякое время должно быть прилично. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Умолчал об имени другого, или потому, что он не был известен и знаменит, или потому, что это был сам пишущий, как говорят некоторые. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос. Это слова сильно радующегося. Мы нашли того, кого искали, пришествие которого ожидали, которого предвозвестили Писание. Просвещенный ими, он узнал, что это Христос. Смотри, как даже рыбаки были внимательны к Писаниям, а мы, даже постоянно обращающиеся с ними, не столько внимательны. И привел его к Иисусу. Разумеется, сказал то, что слышал от него, потому что братскому родству, искренней дружбе, вполне свойственно сделать и брата участникам блага. А может быть, он и не сказал того, чему сам научился, но сказал только обретохом Мессию. Привел его к Иисусу Христу, заботясь только об одном, именно привести его и передать Иисусу Христу, зная, что сам он научит его всему. Иисус же, взглянув на него, сказал, ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр. Начинает открывать свое божество предсказанием, так как пророчество не меньше чудес привлекает людей и, кроме того, не возбуждает зависти. Его чудеса люди неразумно порицали. О Вейльзивуле говорили, изгонят бесы, а о пророчествах ничего не говорили. Таким способом Иисус Христос воспользовался по отношению к Симону и Нафанаилу, а относительно Андрея и Филиппа он ничего не открывает, так как Андрей был привлечен свидетельством Иоанна, а Филипп руководствовался примерами, прежде последовавших за Иисусом Христом. Относительно Петра Иисус Христос открыл, чей он был сын и как назовется. Итак, Симона назвал Петром, а Иакова и Иоанна сынами Грома, показывая, что он есть тот самый, который и в Ветхом Завете переменил имена, и Авраама назвал Авраамом, Сару, Саррой и Иакова Израилем. «Некоторым он давал имена при самом рождении, а некоторым после. Чья добродетель должна была заблистать с первого же возраста, тех он называл тотчас же, а чья после, тем и имена давал после». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему, «Иди за Мною». Филипп же был извив Саиды из одного города с Андреем и Петром. На другой день Иисус Христос хотел идти, но не на другой день находит Филиппа, а потом, именно после призвания Петра и Андрея, Иакова и Иоанна, как это можно узнать у других евангелистов. Но почему же этот евангелист не упомянул о том, как Иисус Христос привлек их, ходя при море Галилейском? Потому что это передали Матфей и Марк. А так как они пропустили то, что относилось к Филиппу, то этот евангелист рассказывает, «Сказал ему Иисус Христос, гряди по мне». Зная, что и Филипп сильно желает последовать за ним, услышав о нем от последовавших прежде, но боится, Иисус Христос уничтожает этот страх. А евангелист говорит, из какого города он происходил, именно из Вифсаиды, города малого и незнатного, чтобы ты знал, что немощная мира этого избрал Бог. Филипп находит Нафанаила. Конечно, после того, как последовал за Христом. Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки. Познакомившись с Иисусом Христом, он тотчас делается провозвестником Его, и зная, что Нафанаил, сведущ в законе и писаниях пророческих, и что он весьма осторожен в этом отношении, как это и Христос засвидетельствовал, и самое дело показало. Отсылает его к Моисею и пророкам, чтобы этим сделать свое свидетельство об Иисусе Христе более достоверным. Иисуса, сына Иосифова. Так как доселе еще думали, что он был сын Иосифа. Из Назарета. Говорили от Назарета, потому что он там был воспитан. Но Нафанаил сказал ему, из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему, пойди и посмотри. Нафанаил ожидал Иисуса Христа из Вифлеема. Слыши же теперь, что он из Назарета смутился и недоумевал, находя слова Филиппа несогласными с пророчеством. Поэтому, думая, что он ошибся относительно места, Нафанаил кротко отрицает, Но не то, что Филипп нашел Иисуса Христа, А то, что он из Назарета, И совершенно спокойно в форме вопроса опровергает это, Показывая этим, что он твердо знает Писание и не может ошибиться. Смысл его слов такой, Может ли что доброе быть из Назарета, Столь презренного и худого? Так как Галилея пользовалась у иудеев худой молвой, А Назарет был город Галилейский? Нафанаил сказал это, потому что был убежден, Что ожидаемый Иисус Христос не из Назарета, А из Вифлеема. Филипп говорит ему, Пойди и посмотри. Не знаю, почему это Нафанаил так сказал, И предполагая, что он просто порицает Назарет, Филипп ведет его к Иисусу Христу, Думая, что он тотчас уверует, Когда насладится его учением и беседой. И Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, Говорит о нем, Вот подлинно израильтянин, В котором нет лукавства. Похвалил его, Как понимающего то, что он читал. Это свойственно истинному израильтянину, А первосвященники, Книжники и другие их приближенные, Не вникая в то, что читали, Ложно носили имя израильтян. В котором нет лукавства. Лестью называет отсутствие правды. Лукавство. Нафанаил говорит ему, Почему ты знаешь меня? Не возгордился от этой похвалы, Но спрашивает, Почему он знает его таким, Каким называет. Иисус сказал ему в ответ, Прежде, Нежели позвал тебя Филипп, Когда ты был под смоковницей, Я видел тебя. Нафанаил все еще спрашивал Иисуса Христа как человека, А он отвечает как Бог, И говорит, Что он видел то, Чего никто не видел. Прежде встречи с Филиппом, Он был под смоковницей, Когда никто не был с ним, И никто его не видел. Таким образом, Иисус Христос Представляет непререкаемое доказательство того, Что он знает и видит то, Чего не могут знать и видеть люди, Поэтому указал на время, На место и на дерево, И тем самым показал, Что он слышал слова его, От Назарета может ли что добро быть и. Отсюда Нафанаил Еще более убедился, Что он есть Иисус Христос, Так как полагал, Что в противном случае Он не похвалил бы его, А оттолкнул бы от себя. Таким образом, Нафанаил уверовал в Иисуса Христа За его пророчество и похвалу, Так как пророчество бывает Не только по отношению к будущему, Но и по отношению к прошедшему. Каково пророчество Моисея О творении мира, И по отношению к настоящему, Когда, например, Иисус Христос Открывал то, Что было на сердце у людей. Нафанаил отвечал ему, Рави, Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев. Видишь душу, Торжествующую от сильной радости И желающую обнять его Следующими словами, Ты, говорит, Тот, Которого ожидают. Но почему Петр, После стольких чудес И такого учения, Исповедавший его Сыном Божиим, Назван был блаженным, А Нафанаил, Сделавший это прежде чудес и учения, Не назван таким. Потому что, Хотя они сказали одно и то же, Но не в одном и том же смысле. Петр исповедал его Сыном Божиим По естеству, А этот, Богом по благодати. Это видно из присоединения слов, Ты еси Царь Израилев. Потому что Сын Божий По естеству есть Царь Не только израильтян, Но и всех людей. Равно как и из ответа Иисуса Христа, Который возводит его К более совершенному исповеданию И научает видеть в себе Непростого человека. Иисус сказал ему в ответ, Ты веришь, Потому что Я тебе сказал, Я видел тебя под смоковницею. Увидишь больше всего. Чтобы больше поверить, А теперь мало услышав, Мало и веришь. Продолжение следует...